Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и мы продолжаем цикл передач, посвященных 8 марта. Сегодня разговор о важном – о фигуре. И у нас в гостях фитнес-инструкторы и персональные тренеры спортивного клуба «Тайгер» Ирина Опре и Елизавета Корягина. Ирина и Елизавета, здравствуйте! Добрый день! В преддверии 8 марта мы говорим о красоте. Естественно, одна из составляющей красоты женщины – это ее фигура. Всем хочется выглядеть красиво, всем хочется иметь прекрасную фигуру. При этом, наверное, многим хочется лежать на диване, есть все, что хочешь, и вот чтобы есть и худеть. Так, наверное, не бывает. Но, тем не менее, наверное, есть какие-то природные предрасположенности к потере либо набору веса. От чего она зависит? Ну, дело в том, что природная предрасположенность, прежде всего, там есть какие-то вещи, люди действительно с излишним весом. Есть люди, у которых женщина просто почему-то вдруг решила, что она вот, вот она полная, да. Тут как бы фитнес, в принципе, и женская фигура, в общем-то, это не то, чтобы конкретно какой-то лишний вес. Женщина – это комплекс каких-то качеств. Фитнес, прежде всего, это то, что это тонус, то, что это фигура, но это еще блеск в глазах. Это настроение, это сила, это энергетика, это прежде всего. Вот, и любую генетику, конечно, можно побороть, на самом деле, с любой генетикой справиться. Но с какой ценой? То есть я понимаю, что, наверное, кто-то имеет возможность проводить там в спортивном зале ежедневно по 6 часов, вот при этом питаясь там одним салатом и обезжиренным йогуртом. Я вдруг представила себе эту ужасную жизнь. Да, фитнес, фитнес форевер, я всегда говорю. Это моя как бы фраза, но не нужно 6 часов тренироваться. Все очень должно быть в гармонии. Фитнес, он всегда дает только силы, только энергию. И питаться только йогуртом, и сидеть на каких-то кашах безумных – это просто все бессмысленно. Да, нужно следить просто за правильным здоровым питанием. Потому что тренировки, они без, конечно, правильного нормального питания работать тоже не будут слишком настолько, насколько мы хотим. Я бы хотела сказать, что когда женщина решила вдруг, все, с понедельника я иду заниматься фитнесом. Почему-то да, как правило, с понедельника. Все начинается с понедельника. У меня когда-то… Начало недели. Много лет назад у меня это началось с 1 октября, но не важно. Во всем должна быть регулярность. Пусть женщина будет ходить изначально 2 раза в неделю. Тянуть себя за волосы, как Мюнхгаузен, да, просто поставить себе за правило. Потому что изначально это нравиться не может. Это какой-то стресс для организма. Конечно, организму лучше посидеть в кафе, выпить кофе с подружкой, поболтать, либо полежать на диване. Ну, во-первых, можно пойти с подружкой, начнем с этого. Ну, правда, единственная тогда тренировка превратится тоже в болтовню. Вот есть вот этот рецепт, как полюбить спорт? Вот у вас лично есть из своего собственного опыта, я не знаю, может, Елизавета, расскажите вы. Как, с чего все начиналось? Почему полюбили спорт, почему это стало образом жизни? Полюбить спорт, на самом деле, это большой труд. К этой любви нужно прийти. И я считаю, нужно прийти даже постепенно. Но нужно начать, нужно не бояться сделать первый шаг. Все это обязательно будет вознаграждаться со временем. То есть вы начните с себя, поверьте в себя, поверьте в свои силы. Если вы хотите что-то изменить, что-то к лучшему, что-то в своей жизни, начните с себя. И я считаю, что нужно начать с своей фигуры. Вот как многие очень часто начинают, действительно, бросают через неделю. То есть наступает какой-то психологический момент, не через неделю, может, через две. То есть по вашему опыту наступает какой-то... На самом деле этот факт имеет место. Но я считаю, что здесь немножко неправильно поставлены приоритеты клиентов. Когда женщина неистово начинает бороться с лишним весом, забывая о том, что нужно войти в спорт постепенно. В нашем клубе существует огромное количество форматов от умеренных до более интенсивных. Я считаю, что будет грамотно и правильно начинать более умеренных форматов. То есть входить постепенно, начинать с йоги, например, какой-то. Например, йога, например, силовая растяжка. Форматы, включающие в себя петли TRX, которыми оборудован наш аэробный зал. И мы очень благодарны нашему директору и фитнес-менеджеру, когда мы имеем возможность не только в клубе использовать одну петлю, а у нас этими петлями оборудован аэробный зал. И каждый клиент может попробовать почувствовать свое тело. Также в нашем клубе еще есть новая тренировка, совершенно новая, называется джампинг. Фитнес-джампинг. Это вообще новинка в мире фитнеса. То есть это практически лежу и худею, а то это прыгаю и худею. Практически прыгаю и худею. Да, это совершенно для людей, которые никогда, это для любого уровня подготовки. Просто каждый человек может варьировать свою нагрузку в зависимости от своей степени подготовки. И человек приходит, ему уже весело, он уже видит этот батут и кажется, все, в общем-то я как бы практически прыгаю, ничего не делаю и получаю одновременно кардионагрузку. Все тело здесь, все работает в этой тренировке и для новичков очень подходит. Если говорить о ТРХ, очень прекрасная тренировка, но к ТРХ может быть немного подойти. То есть неправильно ТРХ это вот эта вот петля, на которой люди висят и растягиваются. Так и растягиваться можно, но это ошибочное как бы представление о ТРХ-петле, это очень-очень нагрузочная вещь. Ее вообще придумал морской пехотинец, не будем убляться. О боже, окажется это так просто. Это окажется очень просто. Сюда как раз нужен более такой подход. У нас проводятся тренировки ТРХ очень плавно, вводящие. Мы изучаем технику, мы готовим людей для того, чтобы потом ее провести в кардиоформате. Я понимаю, что человек без подготовки может прийти, взять штангу, тренажер и подорвать себе все на свете. Каким образом, то есть есть какие-то рекомендации, какой медосмотр нужно пройти человеку, то есть знать свои какие-то проблемы в своем теле, чтобы серьезно заняться, ну серьезно, не серьезно, заняться фитнесом? Ну, на самом деле, опять-таки, было бы грамотно, если человек проконсультировался бы со специалистом и уже мог бы регулировать, какой уровень тренировки ему можно посещать. Действительно, есть кардио-тренировки, которые, наверное, сложны для людей с какими-то проблемами сердечно-сосудистой системы. Да, но, опять, чем занимается фитнес? Фитнес укрепляет, заботится о сердечно-сосудистой системе. Если у наших клиентов, ну, в принципе, на сегодняшний день у всех сидячий образ жизни, работа за компьютером, поэтому возникают проблемы с позвоночником. Эти проблемы как раз-таки решают тренировки с использованием петель ТРХ. То есть это как раз для лечения позвоночника? Совершенно верно. Там нет осевой нагрузки на позвоночник, поэтому работа своим весом. То же самое о джампинге. Хочу, кстати, сказать, очень ошибочное мнение о том, что идет нагрузка на поясницу, там абсолютно исключена нагрузка на поясницу. Очень важно, в общем-то, кардио. Вы говорите, неподготовленный клиент, кардио, тренировка, нагрузка. Лиза правильно сказала, что фитнес, это как раз это плавно, можно плавно, постепенно подойти к своей кардио, как бы, точке, да? Не обязательно я могу... Ну, да, прийти в первый день и умереть от разрыва сердца на беговой дорожке. В гармонии все плавно. Человек, он с первой тренировки может полюбить тренировку, если ему будет вообще фитнес, если ему будет рекомендована правильная тренировка, правильная нагрузка даже в том же тренажерном зале, даже с тем же персональным тренером. В общем-то, как бы, фитнес, он только заботится об повышении наших, как бы, кардио каких-то способностей. Способности, способности, да, способности сердечно-сосудистой системы, я понимаю. Ну, вот смотрите, приходит человек, решил похудеть. Вот приходит девушка к вам, которая решила, что ей нужно похудеть на 20 килограммов. Она весит 60 при росте метр 70, и она считает, что она хочет весить 40 килограмм. Сейчас так модно. Вот, как вы относитесь к таким вещам? То есть я понимаю, что нужны, наверное, еще психологические подходы к клиентам. Вот в этом как раз-таки и состоит наша задача. Посоветовать, дать правильный совет клиенту. Может быть, даже если хотите, заставить клиента полюбить себя таким, какой он на самом деле есть. И предложить форматы тренировок можно даже под личным наблюдением. Это называется персональная тренировка. И дать человеку почувствовать заряд бодрости, почувствовать себя нужным, востребованным, с хорошим настроением и чувством бодрости. Вот в этом наша задача каждого тренера нашего клуба. Но, можно я добавлю к этому всему. Если женщина, которая никогда, в общем-то, не занималась фитнесом, и, ну, женщина, молодая женщина, да, как бы приходит и говорит, вот я хочу весить меньше. Есть возможность, не то чтобы уменьшение веса, просто коррекции фигуры при помощи фитнеса. Здесь идет качество тела. Речь не идет о каких-то показателях на весах. Нет, речь идет о качестве. Идет уже уменьшение в объеме. Вес может оставаться фитнес, подтягивает мышцы, он убирает жир, потому что для организма стресс вместе с питанием. И просто меняется качество тела. Тело входит как в берега свои, скажем так. И вес может остаться тот же. Я понимаю, что, наверное, большинство все-таки обращается за снижением веса, за коррекцией фигуры. Но не секрет, что, ну, я понимаю, что это, наверное, больше мальчики стараются нарастить мышечную массу. Но есть и девочки, которые, ну, которые считают, что вот хотят на ногах где-то мышцы нарастить еще. Вот как с ними, как с ними работать, собственно, вот что залог, ну, успешного наращивания мышечной массы в тех местах, где они считают нужным. Как это делается? Избежать девочкам, которые действительно очень худые, как бы все равно всегда красиво, когда у женщины есть округлости. Да, есть формы. Да, здесь совершенно другой уже формат. Здесь не рекомендуется смешанные форматы тренировок, где много кардионагрузки, где идут в перемешку с силовыми, с маленьким весом много повторов. Здесь уже больше формат все-таки подходит силовых тренировок, при том не в быстром темпе. При всем при этом, что мы берем вес на определенные группы мышц максимально для себя возможный, поменьше повторов. Ну, в общем-то, и питание скорректировать. Я так понимаю, что здесь больше зависит от питания. Какие там идут советы по питанию, собственно, что нужно есть? Мясо, мясо, еще раз мясо. В любом случае питание должно быть сбалансировано. Человек должен получать необходимое количество витаминов, суточную норму белка, углеводов и так далее, и так далее. Поэтому задача наших тренеров, и в том числе персонального, построить вот эту программу, чтобы человек сбалансировано пересмотрел свое питание. Наверное, пересмотрел весь образ жизни. Совершенно верно. Вот это вот наша задача приучить. Вы знаете, в завершении нашей беседы я бы хотела вам задать такой вопрос. Очень часто сегодня в интернете можно увидеть рекламу самых различных волшебных методик. Начиная от того, что лежите на диване, исключите один продукт, и вы похудеете на 20 кг за неделю. Заканчивая упражнениями, физическими упражнениями, например, бодифлекс, 5 тибетских жемчужин. Есть упражнения, регулярность которых, как заявлено, гарантирует тоже значительное снижение веса и так далее. Вы, как профессионалы в этой области, как вы считаете, насколько это правда? Ну, если говорить о бодифлексе, тут нужно вообще подходить очень аккуратно. Это кажется, что вроде бы дыхание, вроде бы я ничего не делаю, ничего. Люди с повышенным давлением и в обморок могут падать при задержках дыхания. Это все взято где-то из йоги, где задерживаются вас, она задерживает дыхание. Это на самом деле очень нагрузочно и очень тяжело. Это кажется там каких-то 20 минут. И без помощи специалиста у нас в клубе также есть и йога, и фитнес, йога и просто. То есть выполнить упражнения правильно и качественно, если человек не занимался, тоже практически невозможно. И это также опасно. Насколько оно эффективно для сжигания веса? Тут опять же, все зависит от питания. Все в комплексе. Получается, что нет волшебных методик, которые вот так вот гарантируют. То есть все-таки без труда не вытащишь. Тут уже без комментариев, конечно. Мы эту тему сейчас вообще-то и не затрагиваем, конечно. То есть без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Совершенно верно. Нужно приходить в зал и заниматься. Самое главное, чтобы это было в удовольствие. Я понимаю, что когда это удовольствие, тогда... Нужно стимул. Оно будет в удовольствие, поверьте. Просто главное в это все очень плавно войти. Просто главное попасть на правильную тренировку изначально. Главное выработать себе какой-то график. Пусть это будет первый месяц, два раза в неделю, но они будут. И человек сам почувствует, что ему хочется... И не по часу, а по полчаса, например. 40 минут, пожалуйста. Человек потом сам почувствует, что мне нужно третье, я хочу ее. И это не просто слова инструктора. Я просто это проходила на себе когда-то много лет назад. И потом появляется любовь к спорту. Насиловать себя просто не надо. Это небольшой спорт. Это правда все стимул стимулом. Но тут просто немножко сразу в себе волю эту наработать. Два раза в неделю. Третий раз уже придет сам. И четвертый. Ну что ж, я благодарю вас, желаю всем нашим зрителям в первую очередь. Конечно же, этой воли и желания видеть себя красивым. Я уверена, что все получится. Напомню, что у нас в гостях были инструкторы по фитнесу, персональные тренеры спортивного клуба «Тайгер» Елизавета Корягина и Ирина Опря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова